И когда мне говорят, нет, твое знание, хоть ты и сам это своими глазами видишь, чувствуешь, но оно все равно неправильное, правильное его знание, потому что он 10 или 20 лет где-то там проучился, но от того, что хоть он 50 лет, хоть он всю жизнь учился, это никак не опровергнет то, что я сам вижу, сам чувствую и сам знаю, понимаете? Мы уже поняли, что ты фонат секулярной системы, хватит нам лапшу на уши, вешай, давай дальше. Вот смотрите, вот это тоже пример абсолютного невежества. В том, что мы сейчас обсуждали, вообще не было даже семени секуляризма, это вообще не входит. Это человек, который пытает, отрезает ухо там, пытает кого-то, для него не проблема убить 145. Мы должны вот это понимать, что тот, кто убил 145 человек, допустим, он без проблем будет пытать, и тот, кто пытает, он без проблем убьет 145. Салам алейкум, Томсо. С твоей точки зрения, в русскоязычном сегменте по религиозным вопросам, кого из братьев можно слушать? Валейкум, асалам алейкум. Так, я бы не хотел называть какие-либо имена, говоря, там, можно этого слушать или этого нельзя. Я думаю, надо, можно точнее, слушать вообще любого, но нужно анализировать. Что, подразумевается, под можно слушать? Это не значит, что подсечь на этого человека и слушать все, что он говорит. Но в целом сказать, что нет, никого там увидел его сразу же, выключай там и так далее, бояться того, что он тебя прям собьет с пантологии. Хотя это тоже, конечно, такая опасность есть, если человек не сильно, не укрепился еще в своих знаниях, не имеет каких-то азов, допустим. Конечно, его можно сбить. Нарвется там на каких-нибудь сектантов, допустим, и они его собьют. И таких есть, наверное, такие конкретные люди, от которых стоит предостерегать. Но сейчас я не хочу, опять-таки, называть никакие имена. Но я хочу вот в контексте твоего вопроса затронуть одну тему. Она как раз касается вот этого вопроса, кого слушать, кого можно, кого нельзя. Если правильно подходить к теме религиозных знаний, получения религиозных знаний, если к этому правильно подходить, если исключить вопрос Коколида, слепого следования, вот сначала определиться с тем, что ты ни за кем не следуешь слепо, что ни чье мнение, каким бы мощным шейхом, каким бы мощным там прославленным ученым он не являлся, ты не следуешь за его мнением, за его каким-то убеждением слепо, а ты сам анализируешь то, что он говорит, сверяешь это, во-первых, с тем, соответствует ли это Пурану и Сунне, во-вторых, соответствует ли это реальности. И я сейчас приведу пример, о чем я говорю. Смотрите, вот сейчас идет Рамадан, и я наткнулся на два противоположных мнения в интернете. Один шейх, уважаемый человек, не хочу, не буду называть имя, чтобы это не звучало как критика в его адрес, потому что, в принципе, я уважаю этого человека, считаю, что от него можно получить много полезных знаний. Вот смотрите, ему задают вопрос, можно ли во время поста пользоваться спреями для носа, назальными спреями. И он дает ответ, что нельзя. Он говорит, при впрыске спрея в нос, он попадает в гортань, то есть неизбежно попадает в желудочно-кишечный тракт, а попадание в желудочно-кишечный тракт нарушает пост, поэтому им пользоваться нельзя. Вот это будет нарушение поста. Вот одно мнение. Потом есть такой деятель Шамиль Алиудинов, многие русскоязычные мусульмане, наверное, его знают. Это имам поклонной мечети в Москве, такой известный деятель. Ему задают такой же вопрос, но уже там не уточняется насчет спрея, там, в принципе, и капли, и спрей, то есть все то, что впрыскивается или капается в нос, нарушает ли это пост. И он отвечает, никаких проблем, он говорит. Закапали, говорит, в глаза, то есть там, а, там вопрос обобщенный. Закапывать глаза, закапывать нос и закапывать уши, то есть это такой обобщенный вопрос, он говорит. Никаких проблем, закапали глаза, почувствовали какой-нибудь вкус в гортани, сплюньте. Закапали в уши, то же самое, если почувствовали какой-то вкус, сплюнули. Закапали в нос, он говорит, именно закапали, идет речь уже о каплях. Почувствовали вкус гортани, сплюнули. вот смотрите два противоположных мнения приходит я смотрю по комментариям и здесь и здесь есть те кто оспаривают и того и того есть те кто слепо отстаивают позицию этих двух людей и у и у тех и у тех аргументация когда когда им начинают насыпать там какими-то аргументами противовес их мнению вот эти вот адепты этих людей апеллирует тем что они говорят ты знаешь лучше или уважаемый шейх который отучился столько-то там десятилетий где-то называются какие-то вузы но у этого асхар алиудинова у того там мединский университет и так далее у таких-то ученых непосредственно перед ними сидел перед их коленями брал у них знание на протяжении десятилетий и и вот вроде бы ты должен сдаться понимаете вот здесь ты должен сдаться потому что тебя насыпали такими аргументами твой вроде бы твои аргументы здравого смысла их нечем перекрыть и перекрывает просто авторитетом этих людей для для адептов этого человека он безусловный авторитет для адептов этого он но смотрите дело в том что есть религиозное знание которое они оба получали десятилетиями и религиозное знание это текст это куран это сунна но вот дальше когда идет вопрос применения как например вопрос впрыскивание в нос попадает ли это неизбежно в желудочно-кишечный тракт это не вопрос религии они нигде не курами не сумме эти знания не получали это уже знание анатомии человека совершенно другое и здесь уже применение знаний религиозных на накладывание этих знаний на анатомию это человек из того что он знает он знает точно что попадание в желудочно-кишечный тракт чего-либо нарушает пост это он знает и далее уже это знание он применяет к к анатомии человека это уже не религиозное знание то же самое делает алиудин он тоже знает что он попадание в желудочно-кишечный тракт нарушает и он говорит но там почувствовали курс просто вы выплюнули это тоже вопрос знание анатомии человека может ли человек закапал в нос допустим капли почувствовал вкус где-то здесь гортани это сплюнуть понимаете это не знание религии это этого нет ни уране не в сумме вот смотрите а конкретно в этом вопросе истина она ведь на самом деле между проблема ведь в чем те люди которые очень серьезно допустим критикуют топливчиков следует следующих мазабам те кто вслепо следует там за мазабам имама шафия имама малика ханбалид и так далее эти люди критикующие их за за вот этот топлив сами же потом попадаются на таких вопросов что они здесь тоже делают топлив потому что многие из тех кто в первом мнении мнение что нельзя вплескивать в нос что это нарушает пост который отстаивают это мнение говорят он знает хорошо или ты знаешь это люди которые критикуют мозгобистов топливчиков но в этом вопросе они сами стали жертвами этого топлива они сказали себе они не сказали так а ну-ка я же вроде бы впрыскиваю этот спрей даже если кто-то его никогда не впрыскивала попробуй с него один раз посмотри попадаете он желудочно-кишечный тракт почему ты слепо последовал за мнением хоть и уважаемого очень шейха но это ведь не вопрос религиозный он ведь это не изучал в медицинском университете понимаете начинается аргументация что если аллах говорит по ранее если вы сами не знаете то спросите у людей знания все верно мы не знаем знаете мы родились мы росли и мы не знаем у нас нет базового знания то есть нашу фитру естество не вложено знание о том что нарушает пост а что нет и нам от этого человека нужно это знание и но это знание заканчивается там я вам говорит попадании чего-либо тебе желудочно-кишечный тракт нарушает пост вот здесь его знание закончилось дальше когда он начинает уже импровизировать говоря а что а если ты вот сюда вот что то вот на кончик носа положить это непременно тебя туда попадет допустим это уже не знаю не видео он импровизирует он уже он уже делает свои какие-то аналогии размышления на эту тему здесь уже закончилось религия это не улая от всевышнего это не то что написано оранье или в соне это его размышления это его вывод, который он сделал. И мы не обязаны следовать за его выводом. Потому что мы сами можем взять этот спрей, впрыснуть его в нос и посмотреть, какой будет эффект. А мы с вами, пользующиеся этим спреем, прекрасно знаем, те, кто пользуется, но не попадает он никак. Потому что наш нос устроен таким образом. Вообще, наверное, если кто не знает, почему закладывается нос, если кто-то думает, что нос заложен потому что там очень много соплей в какой-то момент появляется. Нет, нос не от этого закладывается. Нос закладывается от того, что тебя отекает. Отекают твои расширяются сосуды, твои каналы распухают и закрываются. То есть, закупориваются. От этого у тебя перестает дышать нос. Бывает так, что у тебя, если у тебя серьезная какая-то простуда, там, вирус, у тебя оба они забиваются. Бывает, что один забит, второй дышит. И когда ты впрыскиваешь, сейчас вещь идет именно о спреи, когда ты впрыскиваешь туда, в забитую ноздрю этот спрей, он это минимальное количество, значит, это перемешку идет лекарство с воздухом, которое распыляется. Оно через забитый нос никак не может попасть в гортань. Оно распыляется по твоему каналу. Лекарство сужает твои сосуды и твой канал раскупоривается. Ты начинаешь дышать. Никакого вкуса при этом, я не знаю, если ты прям, конечно, если там переусердствовать, то, разумеется, ты весь его там и спить через нос можешь. Но если ты это делаешь аккуратно, впрыснул, подождал, у тебя нос опустило, никакого невкуса в гортани, никакого попадания в желудочно-кишечный тракт у тебя не будет. И напротив, потому что говорить о леудинам, если ты закапаешь, это тоже мы с вами прекрасно знаем из детства, мы капали эти облепиховые масла там разные. Если ты закапаешь, то неизбежно, что бы ты там, никак бы ты не пытался, это попадет тебе в желудочно-кишечный тракт. Ты это не выплюнешь, потому что капли подразумевают большое количество того, что ты туда себя накапал. И это, хочешь ты того или нет, ты должен лежать, чтобы это прошло туда. Если ты не будешь лежать, это у тебя вытечет. А, соответственно, когда ты лежишь, это все попадает тебе в гортань и далее проходит в желудочно-кишечный тракт. Понимаете? Неправ и тот, и тот. А откуда? Откуда мы знаем, что оба неправа? Мы это знаем, потому что мы сами этим пользуемся. И когда мне говорят, нет, твое знание, хоть ты и сам это своими глазами видишь, чувствуешь, но оно все равно неправильное, правильное его знание, потому что он 10 или 20 лет где-то там проучился, но от того, что хоть он 50 лет, хоть он всю жизнь учился, это никак не опровергнет то, что я сам вижу, сам чувствую и сам знаю. Понимаете? Поэтому, почему я этот пример привел? Когда заходит речь о получении там знаний религиозных, кого слушать, кого не слушать и так далее, здесь важно подходить к этому именно так. Понимать, где закончились знания о религии, где он начал от себя размышлять, делать какие-то выводы, а где было цитирование, где были именно знания о религии, понимаете, в какой-то момент любой из этих ученых там или студентов, он переходит от того, что он знает, он переходит на размышления, на делание каких-то своих уже выводов. И вот эти вот его выводы, они могут быть ошибочными. Это не делает его ни в коем случае плохим студентом или ученым. Любой человек ошибается, его выводы могут быть верными, в основном где-то он может ошибиться. Плюс к тому, и анатомия у людей разная. Я сейчас привел пример, это мой пример, на себе я это знаю. Но допустим, кто-то, кого-то может быть, эта носоглотка устроена таким образом, что он даже впрыскивая этот спрей, он ему напрямую попадает непосредственно в желудочно-кишечный тракт. Такое может быть. В его конкретном, индивидуальном случае, конечно, это будет запрещено. Он не должен этим пользоваться. Но взять вот так вот, универсально всем людям запретить, сказать, нет, пользоваться спреем нельзя. И потом, человек, хоть он и понимает, что этот человек дал неправильную, абсолютно информацию, потому что он сам пользуется, он понимает, но он теперь просто тупо, слепо следует за его мнением и мучается. Ведь это очень сложно, спать, допустим, с забитым носом. Есть люди, которые, вообще эти спреи, они же вызывают привыкание, есть люди, которые привыкли к ним, и они вообще не могут без них жить. Без этого спрея у них постоянно забит нос, он не дышит. Как этим людям? Как им быть? У кого-то там полип, еще какие-то проблемы. Вы представляете, скольким людям это мнение, это заключение закрыло, просто осложнило, страшным образом осложнило, жизнь осложнила им пост. Может быть, кто-то не будет поститься из-за этого. В общем, подходить к этому, к религиозным знаниям, нужно таким образом, что нет, безусловных авторитетов нет. Любой человек, каким бы мощным ученым он не был, его спрашивать нужно только о вопросах религии, а не дальше. Вот ты узнал у него, что нарушает пост, дальше, после того, как ты узнал, что нарушение поста это попадание чего-либо вовнутрь в твой желудок, дальше уже, что туда попадает, а что нет, это ты лучше знаешь. Не он знает, что там к тебе попадает, ты знаешь лучше. Он знает, что ему, как его организм устроен, что к нему попадет, что к тебе попадет, знаешь лучше ты. Поэтому здесь, ты дальше говоришь, так, стоп, здесь мы заканчиваем, я от тебя, то, что Аллах говорит в Уране, спросите у обладателей знания, если сами вы не знаете, я это сделал, то, что я не знал, я от тебя получил. Дальше, то, что ты сейчас свои выводы делаешь, это уже то, что я и сам знаю. Здесь мне все вышли не говорит к тебе обращаться. Там ведь условия есть в этом аяте. Спросите у обладателей знания, и дальше условия. Если сами вы не знании. Там не сказано, если даже вы знаете, спрашивайте, не сказано? Если вы не знаете. И вот здесь я знаю. А если я знаю, я у тебя не спрашиваю. И даже если я узнал твое мнение, оно противоречит тому, что я знаю, я от тебя это не понимаю. Потому что твое мнение в этом вопросе неправильное. Каким бы тяжеловесом в религиозных знаниях ты ни был. Понимаете, вот такой если будет подход, то люди будут защищены от того, чтобы заблудиться. И надо также вспомнить, что разум мозги в целом Аллах человеку дал для того, чтобы он ими размышлял, не для того, чтобы он слепо следовал за тем, кто воспользовался этим мозгом в соответствии с той функцией, которую Всевышний возложил на этот мозг. Вот он, этот ученый, эту функцию использовал, зная, для чего ему дал Господь. Но тебе с такой же целью дан этот мозг, чтобы ты размышлял. И ты не должен его отключать и возлагать вот эту миссию на мозг какого-то отдельного человека. Ты размышляй, а я буду просто с тобой следовать. Нет, ты тоже, дорогой, размышляй. Там, где ты не знаешь, спрашивай. Там, где ты узнал, дальше размышляй. А не тупо, слепо следуй за мнением. Эфир посвящен одному носу говорить. Ну, я считаю, что это важная тема, тем более в Рамадан, когда люди постятся, и я знаю, что у многих есть эта проблема, связанная с носом. У многих это хроническая проблема, у некоторых она такая, возникающая. Ну, это то, с чем мы все сталкиваемся сейчас. Скажи Аллах, да, кстати, Аллах знает, конечно, об этом лучше. Я тоже могу в этом вопросе ошибаться. Со мной тоже не нужно абсолютно соглашаться. Вот это тоже, например, за мной тоже не нужно следовать слепо. Вот он, например, говорит что-то. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, вообще это индивидуально, мое строение моей носоглотки таким образом, что вот у меня не бывает, а у остальных бывает. И поэтому каждый должен примерять это на себя, посмотреть конкретно, как это у него работает, и сделать вывод. Если мы будем к этому подходить вот так вот спокойно, например, не воспринимать это как он сказал, значит, так должно быть, либо он так сказал, а это не так, значит, он плохой. Нет, ну, ошибся человек. Вот, например, конкретно этот ученый, которого я тоже уважаю, ну, конкретно в этом вопросе, на мой взгляд, он ошибся. Это не делает его плохим, плохо знающим, абсолютно просто, ну, каждому человеку свойственно ошибаться. И я считаю, что в этом вопросе он ошибся. Но хотя, может быть, сейчас я ошибся, понимаете, такое тоже может быть. Со мной тоже не нужно соглашаться, но и враждовать со мной из-за этого тоже не нужно. Нужно сказать, ну, наш брат Тумсо ошибся в этом вопросе. Сделать за меня дуан, сказать, пусть Аллах исправит его и нас, если мы ошибаемся. И все. Основную мысль, которую ты хотел донести до людей, это не иди слепо за мнением авторитетных людей, а слушать и анализировать на примере спрея люди, которые шутят, походу, не задумывались. Да, совершенно верно, я как раз хотел именно на это указать, что эти вопросы очень честно связаны. Кого можно слушать, кого нет, это, знаете, такой вопрос. Мы как будто бы в него изначально закладываем слепое исследование. Как будто бы мы, когда мы говорим, этого можно, этого нельзя, то того, кого нельзя, мы как будто сказали закрывать уши, отворачиваться, выключать в любой момент. То есть, как будто бы он, мы его слово услышим, и мы сразу такие, бывает, поведемся на него. А во втором случае, когда мы говорим можно, мы как будто бы говорим, вот его прям бери все, что он говорит, и слепо за ним следуй. Но на самом деле мы должны и к тем, и к этим подходить с точки зрения анализирования всего, что говорят. Мы видим, допустим, как я делаю. У меня вообще нет такого понятия, как кого-то слепо слушать, что вот кто-то что-то там говорит, я прям сажусь, и вот именно его слушаю, у меня такого нет. Если я где-то на что-то, например, нарвался, один раз на какого-то человека, раз его, допустим, один раз послушал, что-то он сказал, и я не согласился с тем, что он говорит. Потом раз еще где-то он мне выскочил, я еще раз его послушал, раз опять я не согласен. То есть, вот эти вот несколько моментов уже мне дают характеристику. То есть, я уже понимаю, что в целом то, что он говорит, как-то не заходит, да, говоря жаргонно. То есть, не соответствует действительности. Я уже в следующий раз, когда я его увижу, я его уже не включу. Как, например, вот этот вот тип, который говорил про, есть такой хадис, да, что Омар увидел иудея в зиме очень в плохом таком состоянии. И он, значит, спросил, почему он такой. И, значит, он сказал, я когда, когда я был молодой, я работал, платил джизию налог, а сейчас я постарел, и налоги меня вообще сильно притеснили. И тогда Омар сказал, клянусь Аллаху, мы поступили с тобой несправедливо, когда ты был молод и здоров, ты платил, а когда ты состарился, мы тебя, мол, оставили. И он сказал, приведите его в порядок и назначил ему ежемесячную там пенсию. То есть, освободил его полностью от налогов, еще наоборот, назначил ему пенсию. Рассказав эту историю, прекрасная история, он дальше говорит уже, то есть, видите, это тоже момент, где знания закончились, и дальше пошло его уже размышления и применение этих его знаний в совершенно неправильном направлении. Он говорит, где сегодня в западных, там, европейских странах, вы такое видели. Там ты даже, если старая бабка умирает, у нее еще и квартиру заберут, там, и налогами ее обложат. Вот, понимаете, он совершенно не знает, как устроена жизнь в этих западных странах. Здесь вообще нет никаких налогов на тебя, если ты не работаешь. Наоборот, государство тебя, даже если ты молод, не стар, если ты не работаешь, государство тебя обеспечивает прожиточным минимумом. Если ты проживаешь в квартире, и у тебя твои коммунальные услуги, которые ты должен оплачивать, у тебя нет доходов, чтобы оплачивать. Государство тебе дает деньги, чтобы ты оплачивал эти коммунальные услуги. И понимаете, в чем проблема? Человек, знающий это, вот, допустим, представьте, какой-то интересующийся исламом, допустим, европеец, и он послушает этого человека, он рассказал прекрасную историю из прошлого, и потом начал применять ее на нынешнее время и выдал совершенно нереальные какие-то вещи, лживые, ложные, точнее, то есть неправильные, нет такого в современном мире, может, где-то, я не знаю, какое есть, о чем он говорит, но в западных, в европейских странах этого точно нет. Это, наоборот, пример социальной обеспеченности, сегодня это европейские страны, именно здесь лучше всего в этом мире, именно здесь обеспечены социальные люди, защищены от любой несправедливости в плане нищеты и подобных вещей, лучше всего. Здесь человек не бывает, практически не может оказаться бездомным, например, в каких-то странах есть такое явление еще, но в большинстве здесь даже этого нет, в Швеции ты не можешь быть бездомным, тебе дадут квартиру, тебе дадут жилье. Когда человек это знает, и он видит, что вот такое неправильное, такую неправильную информацию дает вроде бы религиозный такой человек, сидящий в арафатке такой, и это может вообще отвернуть от ислама человека, который интересует за исламом. Поэтому важно это все анализировать и не воспринимать. А когда ты, например, натыкаешься, раз, один раз наткнулся на человека, он выдает такие прям правильные вещи, такую истину говорит, второй раз наткнулся, понятно, что в следующий раз ты на него наткнешься, когда ты захочешь его открыть, послушать, что он говорит. И это не значит, что он в каком-то вопросе не ошибется. Он тоже ошибается, он где-то ошибется, ты будешь не согласен с ним, но ты будешь понимать, что его база это то, что он всегда говорит правильные вещи, где-то ошибается. А здесь ты будешь видеть, что у человека, у него база это ошибки, но при этом он иногда может быть там будет говорить правильные вещи. Мы уже поняли, что ты фанат секулярной системы, хватит нам лапшу на уши, вешай, давай дальше. Вот смотрите, вот это тоже пример абсолютного невежества. В том, что мы сейчас обсуждали, вообще не было даже семени секуляризма, это вообще не входит. Вот для чего дан мозг? Для того, чтобы развивались. Сейчас у нас возможность, если раньше для того, чтобы получить знания, нужно было какие-то усердия предпринимать, то сегодня, наверное, чтобы не получать эти знания, нужно прям закрыться от всего, сказать, что ни в коем случае мы никакие знания не хотим принимать. Любые попытки проникновения знания, себя нужно их как-то закупоривать. Поэтому не делайте этого, развивайтесь. Лучше почитайте, что такое секуляризм, какие у него проявления, какие там главные атрибуты. Это такие глупости, тебе не придется писать в чате. Еще, знаете, популярно я заметил в последнее время, людей пытаются ограничить от знаний путем запугивания. Говорят, что если ваши, например, дети будут иметь доступ к интернет, то с ними случится там какое-то что-то страшное. Вон они на кей-поп-культуру подсядут, станут корейцами. Либо они, значит, там нахватаются вот этой ЛГБТ-либерацией, станут какими-то ЛГБТ-активистами. И, в общем, и прочие какие-то вещи. Уйдут из дома, значит, станут рок-музыкантами и так далее. Если сегодня детей ограничить от интернета, не давать им, допустим, нам призывы идут, не давать им телефоны, если ты их сегодня от этого ограничиваешь, то ты лишаешь этих детей огромного пласта знаний, которые они прямо с детства получают. Вот эти люди, проповедующие нам, что нужно ограничить, там, интернет это зло, телефону это зло, все зло, зло, зло. Знание это зло, по сути, я не говорю, знание это зло. Но на самом деле это, как правило, либо наши ровесники, либо это люди старше нас. Но если вы посмотрите, допустим, уровень этого человека, каким он был, скажем, в 6 лет, и возьмете своего ребенка сегодня в 6 лет, вы удивитесь тому, насколько разные по уровню интеллекта эти два ребенка. Вот этот сегодня проповедующий о вреде интернета, о вреде телефонов, он в свои 6 лет не знал и 20% того, что знает сегодня 6-летний ребенок. Потому что уровень образованности, он гораздо выше сегодня. Мы с вами не знали, мы с вами не были в 5-6 лет настолько продвинутыми, как сегодняшние 5-6-летние дети. Это факт, это только какой-то там вундеркинд, наш ровесник в 6-7 лет был, может быть, таким очень продвинутым, умным. Но в массе своей мы с вами не были такими. Сегодняшние дети знают гораздо больше, и знают они благодаря тому, что они сидят в этих телефонах, у них есть доступ в интернет, они любую информацию, любую там интересующую ребенка вещь сегодня, они ее забивают. Сегодня эта малявка там 4-5 лет сидит и окей, Google, какая там столица ЮАРа задает вопрос и получает ответ, понимаете. Но это я так на скидку пример прием. То есть мы не говорим, что в интернете нет плохих, нет в нем вреда, нет плохих знаний, понятно. Но там пользы, столько пользы, и если вместо того, чтобы проповедовать лишение этих детей телефонов и интернета, лучше проповедовать, чтобы родители контролировали, чтобы они направляли, чтобы они смотрели, что их дети смотрят в этих телефонах, чем они увлекаются, чтобы они поощряли какие-то их знания, направляли их. То есть вместо того, чтобы вот так вот в правильном русле это делать, мы видим сегодня во многом страх этих людей. Знаете, когда в конце 90-х появились первые студенты исламских вузов, и в общем появилось первое проникновение реального знания в республику, знаете, кому больше всего было это не угодно, кто больше всех сбунтовался из-за того, что именно религиозные правильные знания потекли в республику, больше всего воспротивились этому мулы во главе с Кадыровым Ахматом Хаджи на тот момент. Их это больше всего тронуло, задело, потому что это лишало их монополии. Понимаете, до сих пор они были, они обладали монополией на религиозные знания. Любые вопросы там, бракосочетания, бракоразводных любых процессов, какие-то вопросы там, конфликтов, которые регулировались по шариату, возникающие конфликты, которые хотели, допустим, у нас всегда стремились к тому, чтобы их урегулировать в соответствии с шариатом. То есть это приходили к ним, возвращались вот к этим мулам. Когда рождался там ребенок, что нужно сделать, опять приходили к этим мулам. И они за счет этого имели заработок, имели почет, уважение в народе. И когда молодые люди начали получать эти знания, возвращаться с гораздо более высоким уровнем по сравнению с этими мулами, у этих сразу появился страх, ревность. И они больше всех этому воспротивились. И началось вот это вот клеймение, как это сказать? Короче, начали клеймить ваххабитами, всевозможными экстремистами и так далее. Ребят, которые просто приезжали и рассказывали о том, как на самом деле в исламе должно быть. Вот то же самое происходит и сейчас. Те, кто больше всего проповедуют опасность интернета, ограничение детей от телефонов, от интернета, это люди, которые точно так же хотят сохранить монополию на эти знания. Но мир так устроен сейчас, что у них все равно не получится его сохранить. Они не смогут сохранить эту монополию. Как бы они ни старались, знания будут распространяться. Да, будут те, которых интернет погубил, не без этого. Но основная масса людей, она будет получать колоссальную пользу и получает от этого интернета. Они становятся, наши дети и мы с вами становимся гораздо более образованными. Даже уровень образования нынешнего поколения, по сравнению, там, если возьмем 100 лет, 200 лет назад, это совершенно разные вещи. Мы возьмите наших отцов, там, дедов, допустим, посмотрите, что они знали в это время. Они были гораздо лучше нас, в этом нет спор, достойнее, воспитаннее и так далее. Но уровень их знаний, их образованности, знания о мире, о религии, обо всем, был гораздо меньше, чем сегодня у нас. Это факт, с которым невозможно поспорить. Поэтому делайте выводы, не следуйте слепо за подобными проповедниками, сами анализируете и ни в коем случае не ограничиваете своих детей от знаний, от образования. Вот, смотрите, очень хороший пример. Лезешь высоко, чтобы сказать, что ученый не ошибся в религозном вопросе, ты должен быть сам ученым. Вот пример того, о чем я вам говорю. Вот так вот обычно они кроют. То есть, когда им нечего противопоставить реальному знанию, то здесь уже начинается давление авторитетом. Ты не можешь не принять то, что сказал ученый, потому что он там 30 лет учился. А тебе нужно сначала 30 лет отучиться. То есть, мне нужно 30 лет отучиться, чтобы понять, что спрей, который я впрыскиваю в нос, не попадает мне в гортань. Вы понимаете суть, точнее, в желудочно-кишечный тракт? То есть, вот таким образом тебя как бы... И если ты не убежден, если у тебя нет вот этого критического мышления, если ты не готов отстаивать свое, то здесь ты как бы сдаешься. И многие люди сдаются. Я там комментарии смотрю, действительно, это оказывает на людей влияние. Когда им говорят, когда им вот этот авторитет предъявляют. Вот 30 лет человек учился, а ты, откуда ты можешь знать лучше него? И ты такой думаешь, ну действительно, как я могу знать лучше него? Да просто так ты можешь знать лучше него. Если ты кушаешь еду и понимаешь, что она пересолена, и тебе какой-то 30 лет отучившийся ученый говорит, нет, она не соленая, она вкусная. Ну это его, у него рецепторы такие, для него она нормальная. Но ты понимаешь, что она соленая. Ты не должен здесь сказать, а, ну если он 30 лет учился и говорит, что она не соленая, наверное, она не соленая. Нет, дорогой, она соленая. Просто для него она не соленая. Может быть, он привык так, знаешь, больше соли потребляет. Но для тебя она соленая. Поэтому скажи, нет, я не буду ее есть. Она для меня слишком пересолена. И не бойся этого. Другое дело, если бы он тебе привел там текст, сказал бы вот так вот, сказано в Уране. И здесь, конечно, нет. Мы сдаемся там, где приходит текст. Такова Ахида Ахлю Сунна Вальджама. Когда мы получаем текст священный, будь то Уран, будь то Сунна, мы отключаем мозг. Вот здесь мы отключаем мозг. Если нам разум что-то начинает там шептать, мы говорим, нет, это текст. Текст имеет приоритет над всем остальным. То есть ни мозг, ничего здесь не работает, когда есть текст. Но когда дальше вот текст здесь закончился, и дальше уже пошли выводы, размышления конкретного человека, вот здесь нет, никакого нет у него преимущества, сколько бы, сколько бы много он не учился, у него нет преимущества там, где он просто делает свое заключение. Ответь, пожалуйста, честно на простой вопрос. Как мусульманин, что ты осуждаешь больше? Атаку террористов со 145 убиенными или факт того, что террористов недоумков пытали? А почему мы должны делать такой выбор? Ну, наверное, если так чисто на чувства, на эмоциях ответить, то, конечно, мы скажем, что 145 человек убитых, это вызывает больше у нас эмпатии, какого-то эмоционального всплеска там и так далее. Но почему мы должны выбирать? Ведь и то, и то является мерзким преступлением. Это человек, который пытает, отрезает ухо там, пытает кого-то, для него не проблема убить 145. Мы должны вот это понимать, что тот, кто убил 145 человек, допустим, он без проблем будет пытать, и тот, кто пытает, он без проблем убьет 145. Не будет такого, что он сейчас отрезал здесь ухо, значит, подключил провода там гениталиям, кого-то попытал, потом ему сказали, вот здесь расстреляй 145 человек, и он такой, вы что? Вы что? Как я могу? Это же люди! Как их можно убивать? Он этого не скажет. Он здесь только что отрезал ухо там и током пытал человека. То же самое будет и наоборот. Убившись 145, ему если сказать, давай отрежу вот здесь ухо, он не скажет, вы что, живодеры? Конечно, я не буду отрезать ухо. А, кровь, такого не будет. Поэтому это люди стоящие друг друга, что эти являются преступниками тяжкими, что те являются преступниками. Мы не должны здесь выбирать, мы не должны одних оправдывать. Одно не оправдывается другим. Тем более те, кто работают в правоохранительной системе, они должны быть профессионалами. Знаете, любое государство правовое строится на доверии. Не на принуждение, не на авторитете каких-то отдельных людей, а именно на доверие. Когда люди доверяют власти, власть доверяет людям. Это взаимное доверие. Даже вопрос, допустим, водительских прав, это тоже вопрос доверия. Вы понимаете, что человек, оказавшийся за рулем машины, может совершить тяжкие преступления. Он может наехать на толпу людей, в остановку въехать, убить кучу людей. Но когда государство дает человеку право управлять автомобилем, оно говорит, мы тебе доверяем, что ты ничего подобного не делаешь, что ты будешь ездить по правилам. И это вот некий такой договор, основанный на доверии взаимном. И точно так же, когда мы наделяем полномочиями полицию, суды, прокуратуру, мы им доверяем, мы им говорим, мы наделяем вас этими полномочиями, чтобы вы могли арестовывать, чтобы вы могли судить, потому что мы верим, что вы не будете делать ничего запретного. И вот когда происходят вот такие пытки, это лишает доверия. То есть люди, которые тебе доверились, и они видят, что ты это доверие не оправдал, ты пытаешь людей, а ты не имеешь права этого делать. Люди, которые тебе доверили эти полномочия, они указали, что ты не можешь ничего подобного делать. А ты начинаешь это делать публично, и люди перестают тебе доверять. То есть нарушается вот этот баланс доверия между людьми и властью. И потом это восстановить уже невозможно. Тут уже нужно менять. Полностью всех представителей власти нужно менять на других, которым будет доверие. Я не знаю, носят там или нет, но вообще это некрасиво считается, в ингушетии. Спортивные штаны на улице, по-моему, и боссами ногами ходить, в ингушетии тоже считается. Для мужчин как минимум считается некрасиво. Не просто некрасиво, это считается у них нарушением этикета. Это очень серьезно порицается с стариками, поэтому, наверное, там... Хотя я не знаю насчет спортивных штанов, но, может быть, уже начали носить. Но в целом, я думаю, старики, наверное, это порицают, поэтому они пытаются как минимум не носить. Людям самим легче опираться на мул, чтобы облегчить религию для себя, как, например, некоторые говорят, что король нельзя прочитать на русском, хотя они просто ленятся. Да, есть такое. Конечно, людям тоже, наверное, это удобно. Такое мнение тоже можно часто услышать. А если что, в судный день он ответит. Он мне, типа, сказал, я так делаю. А если это неправильно, то в судный день он за это ответит. Но нет, ребята, так это не сработает у вас. Мозг вам дам для того, чтобы вы размышляли. И если кто-то говорит неправильно, ну, поразмыслий над этим и сделай правильно. Так, национализм процветает в России больше, чем обычно. Какие твои прогнозы приведет это к гражданской войне? Интересно послушать. Я не думаю, что это приведет к гражданской войне. Это обострение, которое связано с событиями в Крупус-Сити. И, конечно, после такого, ну, бывает вспышка вот этого национализма. Сейчас жертвами этого гнева такого националистического стали таджики. Из-за того, что участниками, ну, задержанными являются таджики. Но это такое явление, которое, оно возникает. То есть некая вспышка появляется, потом она идет на спад. Там, где это выгодно власти, они это подпитывают, поддерживают. На протяжении какого-то времени они ведут эту тему. Потом ее гасят. Если им она изначально невыгодна, то они ее как можно быстрее гасят. Сейчас для России, я думаю, сейчас невыгодна эта тема. Я думаю, что они ее очень быстро загасят. Невыгодна она потому, что, во-первых, война с Украиной, где можно использовать приезжих гастарбайтеров. Во-вторых, для России в целом необходим этот рабочий труд, дешевый рабочий труд. А дешевый рабочий труд, это как раз те самые гастарбайтеры. Поэтому я сейчас думаю, какой-то момент, вот эту волну они сейчас дадут, будут, будет вспышка, ну уже идет вспышка насилия в России, будет вспышка депортаций, а потом это все обратно станет на круги своя, скорее всего. Субтитры создавал DimaTorzok